В школу на вертолете в Заполярье завершилась кампания по доставке детей с места линеводческих кочевий и отдаленных населенных пунктов к месту учебы. Всего спецрейсами в столицу Ненецкого округа было доставлено 169 ребят. Накануне в Наринмар прибыли школьники из Бугрино. Алина Ваучейская продолжит. На посадочной площадке собрались жители едва ли не всего Бугрино. Детей в школу провожают, как говорится, всем поселком. Вера Варницына этим рейсом отправляет старшую дочь. Конечно, грустно. Сын у меня на первом рейсе еще улетел, 8 января. Сейчас вот дочь старшая улетает. Сын там младший. Долго ждали этого рейса, я так понимаю? Он же должен был раньше прилететь? Ну, сколько? Дня три. Ждем уже. Обещали, погода плохая. Сейчас вот сегодня расстаемся до весны. Экзамены впереди у нас еще. Грустят и дети. Ведь теперь до весны они не увидят своих родителей. Ну, так себе. Я, может, еще подросла. Нормально. А вот маленькая, когда была поменьше, даже плакали бывало. Вадим! Петя! Стандартную перед вылетом процедуру, перекличку проводит Елена Сметанина. Заведующая интернатом Ненецкой средней школы имени Пырерки четыре раза в год отправляется в отдаленные уголки Заполярья и Ненецкие стойбища, чтобы собрать детей и отвезти их на учебу. У нас в этом году погода оставляет желать лучшего. У нас несколько раз отменялись рейсы по различным направлениям. В то же время приходилось менять рейсы прямо на ходу. Поэтому спасибо большое родителям, которые помогали нам собирать. Спасибо ребятам, которые откликались и все были на связи. То есть в этом году действительно были очень большие задержки, заминки. Это был крайний рейс в рамках кампании по доставке школьников, чьи родители занимаются оленеводством и кочуют в тундре. А также детей из глубинки, где отсутствуют средние и основные общеобразовательные организации. Все дети обучаются в Ненецкой средней школе имени Пырерки и проживают здесь же в интернате. Сегодня ребята приступили к полноценному учебному процессу. Алина Волчейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север», поселок Бугрино, Ненецкий округ.